Всем привет! Доброе пятничное, друзья! Сегодня последний день учёбы у Дамира в школе перед весенними каникулами. Правда, Дамир не был в школе, потому что он болеет. Завтра мы отправляемся в больницу на 16 часов, как я уже рассказывала. И вчера был прямо-таки день готовки. Я приготовила курицу, картофель, много фреш я приготовила из мандаринов египетских, из красных апельсинов. Приготовила грушевый яблочный компот, сделала сырнички, супик. Дамир увлёкся балетом. Сейчас часто показывают мультик про балет. В его возрасте я нашла в детской энциклопедии в «Девчачье о балете». И тоже меня понесло. Когда я её читала, там, например, были приёмы самообороны, я начинала тренироваться, как будто я приёмы самообороны применяю. Если видела, там, о балете написано было, то я начинала, типа, я балерина. Ну, оттуда мира тоже понесло, тоже в моём возрасте, увлечься балетом. Естественно, он не ходит в балетную студию, а просто балуется. Но тем не менее. Володя принёс домой, господи, целый пакет молока и большой пакет одежды, например, что оставлю себе, что нет. Сейчас это самое уже определилось, уже отдала ему вещи, которые я не буду носить, вот, которые мне понравились. Я себя оставила, потом как-нибудь вам обязательно покажу и на фотках, и на видео. Посмотрите, что я себя оставила, вот, потому что сейчас совершенно мне не до шопинга, ребёнок болеет. Поэтому я не иду на шопинг, и если я не иду на шопинг, то шопинг идёт ко мне. Поэтому у меня была большая примерка вещей вчера. Дело в том, что я бы с радостью сходила за покупками, вот, и с радостью прибарахлилась бы шмоточками, обувью, одеждой, но, к сожалению, ну вот, ну не могу я сейчас выйти. А даже если с домиром куда-то пойду, не дай бог ему станет плохо, пока я буду в примерочной, а я не все вещи, к сожалению, могу купить на глаз. Бывают очень непредсказуемые результаты, вот. Вот, поэтому я стараюсь всё-таки мерить по возможности. Если такой возможности нет, тогда беру на глаз, вот, чаще всего угадываю. Ну, вот, часто я не угадываю как раз-таки с размерами из интернет-сайтов. Ну, как бы угадываю, но всё равно текстура, угадываю по размеру, всё нормально, но оно же всё равно отличается от того, что вот ты видишь. Вот, поэтому пока, слава богу, у меня не приходили огроменные штаны, там что-то очень, приблизительно размер, подходит, вот. Хотя всё-таки бельё я бы взяла, например, побольше, чем я себе купила, вот. Что-то, наоборот, поменьше из белья, вот. Вообще мне один бюсткальтер пришёл просто огромный, хотя даже не такой заказывала по размеру. Брюки подошли мне, там, пайта подошла, подошла обувь. То есть, ну, такое 50 на 50, но чаще я, конечно, всё-таки угадываю хотя бы плюс-минус. Ну, то, что будет, если поменьше чуть-чуть или чуть побольше, что оно будет некритичным, вот. Ну, конечно же, находясь в магазине, мне проще представить вещь на себе и будет ли она на мне хороша или нет. Всё-таки сколько лет моя мама занималась одеждой, вот. И, ну, как бы, это уже не отнять, это уже есть представление, как вещь будет сидеть на мне, даже без примерки. Вот. Ну, а мерить, даже если б я малого взяла с собой, а вдруг ему станет плохо, пока я буду там вещи мерить. Нет, я так не могу. Поэтому Володя принёс вещи мне домой, вот. Раньше, кстати, тоже так делали. Вот, например, мама что-то у кого-то брала, например, или бабушка, да. Я там на учёбе целый день, там до 7 до 8 вечера занятия в универе. Пока доберёшься домой, уже как бы и сколько, ну, в полдесятого на последнем автобусе я ехала и где-то к половине, к половине одиннадцатого приезжала домой, то есть очень поздно. Потом, пока домашки сядешь, сделаешь, вот, подготовишься к какому-то тесту, к какому-то семинару, к какой-то работе. И мама мне бывала или бабушка приносили вещи, я мерила, что-то оставляла, что-то отдавали обратно, вот. Вот так вот. Дамир болеет, но не бросает своё увлечение делать какие-то поделки. Он что-то мастерит постоянно своими ручками, он сделал мне очень милую гирлянду, вот. Вот так вот, вот так вот. Такие вот у нас дела, в общем-то, друзья мои, вот так вот мы и живём. Сегодня день очень спокойный, какой-то отдыхательный день, вот. Какой-то, какой-то такой вот у нас день сегодня. Продолжаю смотреть челночниц. Мне очень нравится. К слову, моя мама занималась тем же самым в девяностых, вот. Тоже челночила. Вот, потом её бизнес поднялся в гору, вот. Ну, так вот, тоже такое вот было. Вот, вот такие пирожульки. Просматриваю свой ежедневник, вот. Ежедневник. Хочу вам рассказать о инстаблогерах, о которых я смотрю. Вот. Мне очень нравится блогерка Лапа Полина. Она из Киева. И, ну, мне она просто нравится. Она такая вот пышечка, вот. Не худенькая такая, вот. И, ну, просто она тоже ходит в очках, как и я, вот. Просто рассказывает девчонка о своей жизни. И мне, если честно, очень нравится на её жизнь смотреть. Правда, она в инстаграме ведёт свой блог, вот. Я не знаю, приносит ли он ей какой-то доход, делает ли она это на коммерческих, так сказать, началах, вот. Ну, то есть, с попыткой заработать или просто делиться своей жизнью, вот. Но мне очень-очень нравится, поэтому рекомендую и вам. Вот. Нравится также Юська ФМ. Вот. И эта девчонка, у неё, в общем, раньше были очень длинные волосы розовые. Сейчас она их подстригла, сделала себе каре. По-моему, она рассказывала, что у неё есть такая традиция раз в год отрезать себе волосы, делать каре. Но, судя по всему, традиция долго у неё не возобновлялась. Это и вот возобновилась. Сейчас она красит волосы в розовый цвет и брови тоже красит в розовый. Вот. Именно она посоветовала мне тонику когда-то, когда мне хотелось окрасить волосы малиновым цветом таким. Вот. Разница в том, что у меня началась потом аллергия, проблемы с волосами. И держать на себе краску для волос я не могу, вот. Потому что у меня вылазят волосы клочьями. И также я не могу даже тоники на себе держать. То есть мой максимум – это просто нанести средство на волосы, поелозить. Вот. И, там, может, 3-5 минут подержать, а потом смывать. Вот. Иначе просто у меня вылезут клочьями волосы. А в моей ситуации, когда половина моей головы когда-то была побрита, вот. То есть у меня была креативная стрижка с выбритым затылком. Мне бы очень не хотелось лишаться еще другой половины волос, а остаться, да, с третью. То есть я половину волос брила. То есть, чтобы вы понимали, у меня их было в 2 раза больше. Если я еще вот так вот поделю всю эту историю. Вот с таким кусочком волос остаться, ну, мне бы совсем не хотелось этого. Вот. И так, вон, просвечиваются от шторы, от окна. Хотя некоторые могут подумать, что волосы грязные. Нет, они просто просвечиваются. Им не хватает густоты из-за того, что когда-то я побрила затылок, и у меня там вот столечко сейчас волос. Иногда это, кстати, видно, но меня это совсем не смущает. Я думаю, многие из молодого поколения, люди прекрасно понимают, что, скорее всего, это просто был побрит затылок. Вот. А что думают старшие поколения? Ну, они часто очень много думают лишнего. Мне когда-то, когда было модно ходить в летних сапожках, таких вот, как вязаных. Вы знаете, вот как раньше делали эти вазочки, да. Плели, получается, так вот по кругу плели крючком. Потом эту вазочку крахмалили. И она держала форму наших бабушек, да. Думаю, много было таких вазочек раньше. И такая вот, знаете, вот как салатничек формы, да. Вот такие вот вазочки делали для всякой мелкой ерунды. И, значит, подобный материал, вот мне именно подобное что-то напомнило, были у меня сапожки летние. И тогда это было очень модно. И вот я ходила в тунике какой-нибудь такой широкой, длинной. Я надевала на себя леггинсы, вот, под эту тунику. И надевала вот такие вот сапожки вязаные. И подошла одна баба и говорит, и что говорит? И что говорит? Ты думаешь, ты модница? Типа, ты модно одета? Я говорю, женщина, какого хера вы вообще ко мне прицепились? Она, вот, ты хамка. Да, я хамка. Это ж, да, я ответила тебе грубо, потому что ты подошла ко мне и прицепилась ко мне. Какая тебе нахрен разница, что я думаю, как я одеваюсь и вообще, что ты ко мне прицепилась? Я ответила ей по-хамски, потому что хамство подходить к постороннему человеку и говорить ему что-либо, как он одевается там. Да, то есть она же сама, как бы, она вот, странно ты одеваешься, странно поколение, бла-бла-бла. Но, во-первых, вы сами вырастили такое поколение, раз уж на то пошло. Меня очень бесит, когда взрослые седут на то, какое молодое поколение хреновое. Но ведь именно же вы вырастили это поколение. То есть, ну, вы как бы хреново вырастили нас, вот, раз уж на то пошло. Но, хотя это, наверное, присуще и нашим мамы, и папы говорят, что наше поколение хреновое, хотя они нас вырастили, а бабушки и дедушки говорят, что поколение наших мам и пап хреновое, хотя они их вырастили, вот. Ну, ладно, it's okay. Да, я ей нахамила, потому что она подошла ко мне и наговорила мне дерьма, вот, потому что я не так как-то одета и что, типа, я считаю, что я круто одета и так далее. Ну, наверное, если я так одета, наверное, я так считаю. А ты подошла и обосрала меня. Вот. А, в общем-то, я уже ушла, черти куда, а она еще какое-то дерьмо мне в адрес рассказывала. Вот, в общем, Юська FM, она блогер в Инстаграме, она живет, по-моему, в Казахстан, по-моему. Ну, в общем, она, 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 она... В набережных Челнах она живет. Это где? Это Казахстан же? Или Казань? Казахстан. Короче, блин. Короче, она живет в набережных Челнах, вот, она мне очень нравится. Она живет со своим молодым человеком и двумя котами, кошкой и котиком. И очень интересно наблюдать за ее жизнью. Очень позитивная, клевая девчонка. Рассказывает о своих буднях, о том, как живет, чем живет, как проводит праздники и так далее. И это очень, ну, мне нравится. Она прям позитив вселяет. Одно время без ее истории в Инстаграме не проходило ни одно мое утро, ни один мой день. Я постоянно к ней заглядывала, а сейчас не заглядываю, потому что, к сожалению, теперь мы живем в таких часовых поясах, что, ну, мне немножечко не совсем удобно, что ли, вот. Вот, когда по Москве я жила, вот, а не по Владивостоку, как-то вот, не знаю, мне удобнее было заглядывать к ней, вот. Ну, по тому, как она вот выкладывает, да, что-либо. А вот еще такой момент. Ну, я к ней периодически заглядываю, но чем не менее. И просто, когда я жила по Москве, я жила на тот момент с родителями, вот. Несмотря на то, что я работала, все равно у меня было меньше тамошних обязанностей. И даже, когда мы с Володей жили отдельно, то нам очень помогали родители, сидели с ребенком, пока мы работали. Поэтому, ну, у меня тогда было больше свободного времени. А сейчас, как бы, вся хозяйственная деятельность на мне. Все стирки, уборки, готовки, домашки, отвезти, забрать со школы ребенка. Какие-то... Плюс у нас стиралка не работает, мы ничего с ней не делаем, потому что мы пока не знаем, где мы будем жить, будем ли мы куда-то переезжать, как чего, как только я пойму. Наши конкретные дальнейшие планы, тогда и будем прибарахляться. А то я не хочу что-то купить, а потом уезжать и оставлять стиралку или там пылесос, или еще что-то здесь. Вот. Мне будет жаль потраченных денег и почти не попользоваться этим. Поэтому я считаю, что не стоит обживаться, если ты не определился со своими дальнейшими планами. Вот. А так как ребенок постоянно болеет, мы еще не определились со своими дальнейшими планами, как мы будем жить, что. Вот. Значит... В общем, у меня появилась огромная куча домашних, хозяйственно-бытовых дел, вот, мамских дел. Это мне сейчас совсем некогда. Плюс у меня есть еще и работа. Поэтому мне совсем некогда сейчас заглядывать, но как только у меня есть свободная минутка, я обязательно заскакиваю блогеркам, которых люблю. Еще до плата. Девушка моя землячка, она из Харцизка, переехала в Харьков. Я тоже какое-то время жила в Харькове. Вот. Живет, насколько я знаю, со своим молодым человеком Никитой. Ильей. Ильей. Вот. Потом у нее свободное отношение, и она встретила не так... Она жила, по-моему, с Ильей лет восемь, может, уже больше. Вот. Потом она где-то год тому назад встретила молодого человека Никиту в Киеве. И у них начались тоже отношения, вот. И дело в том, что она сейчас вообще поняла, что она хочет пожить одна. И она решила снять квартиру в Киеве. В общем, очень сложная дама. Там у нее целая такая вот... Как бразильский сериал, вот. И все равно мне за ней очень нравится наблюдать. Все равно вот именно просто, если отвлечься от ее отношений, потому что я такое не понимаю, не принимаю касаемо себя. К сожалению, других людей мне абсолютно все равно. Они могут жить так, как они хотят, потому что там, где заканчивается моя свобода, начинается свобода другого человека. Поэтому я не лезу в чужую жизнь, я не лезу в то, как живут другие люди. Пусть они живут как хотят. Мне это не касается. Мне просто нравится наблюдать за ее повседневной бытовой жизнью, ее мысли на какие-то вопросы и так далее. Но если кому-то интересно, у нее есть еще очень откровенный телеграмм. Рекомендую. Еще есть такая девушка, как Жужа Кружа. Я с ней познакомилась с ее каналом, с ее страничкой в Инстаграме. Кстати, она еще ведет весьма успешный ТикТок и обучает тому, как заработать в ТикТоке. Вот. Значит, я на нее подписалась, когда она жила во Львове со своим молодым человеком Владом. Но в итоге она с ним разбежалась, съехала в другую квартиру. Одна, как она говорит, она сама на нее заработала, сама заработала на айфон. Содержит себя и кошку или кота. Я не уверена в поле животного, но тем не менее. Животное из семейства кошачьих, скажем так. Содержит она животное из себя на блогерские деньги. Снимает офигенную квартиру. Потом она вдруг начала бриться на лосо в период пандемии. У меня свое отношение к женщинам, бреющимся на лосо. И я его уже озвучивала очень-очень много раз. Вот. Но тем не менее, мне нравится эта девчонка. Мне нравится смотреть на чужую бытовую жизнь. Вы же уже поняли. На чужую обычную, ежедневную, повседневную, какую-то бытовую жизнь. Мне просто очень нравится смотреть. И поэтому я с огромным удовольствием смотрю на то, как она живет. Также есть такая блогерка, как Дина Минс. Она танцевала откровенные танцы. Рассказывала очень много откровенных историй. О себе, о своей жизни и так далее. Но вся история в том, что она вдруг резко... Она была подписана, по-моему, то ли Дина Минс 69, то ли Дина Минс у себя в Инстаграме. Я уже не помню, потому что я ее не вижу. Она то ли меня заблокировала, я не пойму за что, потому что мы с ней особо не общались, хотя были друг на друга подписаны. Но, может, я что-то выложила, то, что ей не понравилось, она это не приняла и заблокировала меня. То ли она совсем удалила свой контент, потому что я захожу к ней на страничку, я ни аватарку не вижу, в друзьях там все, прочерки сплошные. Написано, что нет никаких фотографий, видео. А мне кто-то рассказывал, что такое обычно, когда человек тебя блокирует. То есть, либо она совсем удалила весь свой контент, либо она меня заблокировала. Но мне очень нравилось читать ее посты. Я комментировала на регулярной основе, постоянно смотрела ее сториз. У нее было прикольно, а там на страничке, значит, типа она, ну, у нее там несколько ролей было, она там сценки разыгрывала, так сказать, сама с собой, но тем не менее, да. Вот. Театр одного человека, вот. И она там разные роли исполняла. И мне так нравилось, это было так прикольно, такой очень незатейливый юмор, но поднимающий очень настроение. И такая вот она тоже феминистка. Очень много у нее, очень много интересных было постов, которые вот сидишь и зачитываешься, как книга. Но почему-то вот как-то так. Я заметила, что о других блогерах потом тоже расскажу. Я заметила, что, к сожалению, к сожалению, очень многие, кто говорил, что им очень сильно нравится вести Инстаграм или вести свой канал на Ютубе, что для них это хобби, что для них это жизнь, что они этим живут, им это очень сильно нравится. Очень многие, к сожалению, меня в итоге удивляют тем фактом, что они удаляют свои страницы, удаляют свои каналы. И мне это совсем непонятно. Если тебе настолько сильно что-то очень нравится, то ты не будешь этого делать. И если тебе что-то очень сильно нравится, ты правильно расставишь приоритеты и всегда найдешь на это занятие время. Я сейчас с кучей дел. У меня работа, у меня ребенок, у меня... Кот пришел кушать. У меня куча дел на мне. Но тем не менее, и всякие поездки. И бывает, что целый день меня нет дома. Я всегда найду время для того, чтобы снять видео. И даже больше не для того, чтобы его кто-то посмотрел, а лично для себя. Потому что мне нравится этим заниматься. Мне нравится быть частью Ютуба, частью Инстаграма. Ну, я больше там просто сейчас фотографии выставляю. Я сейчас не пишу там никакие посты. Вот, делаю коллажики из четырех фотографий, чтобы просто посмотреть, как у нас в фоторежиме, так сказать, проходит день, чем мы живем. Кому интересно, может, кому-то из родственников, из друзей и так далее. Не обязательно для того, чтобы кто-то там, уах, увидел, заценил. Да, не для этого. Тем более, я не очень люблю всю вот эту историю. У меня была только одна в жизни профессиональная фотосессия. И это была фотосессия на свадьбу. И я очень устала. Очень. Фотосессия была в нескольких видах декораций. Они располагались в разных местах. На них приходилось ездить. И мы ужасно устали. Это было самое утомительное с нашей свадьбы и самое долгое занимающее время. Мы ни в ЗАГСе, ни в ресторане не находились так долго, как заняла время фотосессии. Это прям работа. У меня уже просто болели щеки от того, что нужно было постоянно улыбаться. У меня уже занемело лицо, я уже ничего не чувствовала. Я уже так устала от всех этих пост, от всех этих фотосессий. От всех этих побегов в туалет, подправления макияжа и там прически и так далее. Вот, к зеркальцу. В общем-то, я о чём? Я считаю, что если тебе чем-то нравится заниматься, ты всегда найдёшь на это время. Никогда не поверю людям, которые говорят, у меня нет времени. Есть, есть, у тебя есть время, хоть немножко, но есть время что-то снять. Есть очень многие блогеры, особенно блогерки, с которыми я даже общалась, и они мне тоже говорили, а у меня сейчас нет времени, а я тебе не верю. Если ты хочешь чем-то заниматься, ты будешь чем-то заниматься, ты найдёшь время. Ты найдёшь время для каких-то небольших роликов в течение недели, и раз в неделю на выходной по-любому найдёшь время, чтобы сделать какое-то болтологическое видео, отснять. Никогда не поверю. Вот Алена Погребняк та же, у неё двое детей, она замужем, у неё трое котов, мама периодически у них живёт, и она находит время на регулярные съёмки. Да, я знаю, что не стоит говорить об этом так прям, потому что у них дома няня, у них достаток. Никогда от этого достатка не было. Когда-то она была девочкой, которая жила в однокомнатной квартире, и взяла сама для себя ипотеку, чтобы купить себе квартиру. И когда-то тогда ещё она начинала свои видео из этой самой однушки. И где теперь, Алена? Сколько всего она добилась? И какая она умница, какая она пчёлка-трудяшка? Вот так вот. Тот же Самвел Адамян, огромный трудяга, он постоянно снимает видео на протяжении... Ну, я пролистала его канал, от самых старых видео написано 7 лет или 8, я не помню. По-моему, и написано 7. Но, может, он что-то удалял? Мне кажется, что 8 лет прошло. Ну, ладно. И тем не менее, человек уже, ну, он работает в театре, он работает в театре, он оперный певец, он занимается благотворительностью, он помогает маме, это самое, у него мама болела онкологией, он ей делал операции, то там с ногой у него были проблемы, с диабетом, у него диабет, да, то есть с этим у него проблемы. Он снимал маме квартиру, там, да, купил новую квартиру, сделал ремонт, вот, это самое, в своей квартире сделал офигенный ремонт. Он находит время всегда снимать. Какой бы Самвел ни был уставший, он всегда найдет время на своего зрителя. Он всегда проведет трансляцию, он всегда что-то снимет, он даже, он периодически отвечает, он всегда найдет время на своего зрителя. Я никогда не поверю, что человек не может найти время на свое любимое занятие. Вот никогда не поверю. Вот Самвел огромная трудяга тоже. И что бы он там ни снимал, что бы там ни говорили, вот он там маму в каком-то дурном свете выставляет, еще что-то, это лично его делает, лично их отношения. Мы не знаем, что, как и почему он выставляет или не выставляет, или имеет ли он именно это в виду, то, что мы подумали, когда он что-то там снимает. Более мне кажется, что Самвел относится к жизни гораздо проще, чем многие из нас. Я думаю, что еще и в этом есть такой вот момент. Я сейчас приду. Все, друзья, Адамир, видимо, зовет, он дверь открыл, хотел ко мне, наверное, подойти. Все, пока-пока-пока. Находите время для своих любимых занятий. И не бросайте их, что бы вам кто ни говорил, что бы вы иногда ни думали в каком-то сиюминутном порыве, когда вам кажется, а что о вас подумают люди, а я, может, какую-то глупость сказала, а может, я не тем занимаюсь. Нет, тем. Если вы так много времени посвящаете этому, значит, вы занимаетесь именно тем, тем, что вам нравится и тем, чем вам хочется заниматься. Продолжайте, занимайтесь, ни на кого не обращайте внимания, ни на сиюминутные порывы, ни на какую-то глупую усталость. Занимайтесь, не бросайте, если вам это нравится. Тем более, что такие ощущения есть, мне кажется, в любой сфере деятельности. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok